Сегодня довольно странная лекция. Ее странность связана с тем, что я начинаю сейчас у себя на службе читать каждый день лекции по сетям. И сегодня у меня была вводная лекция по сетям, и я решил ее воспроизвести здесь, потому что у нас такая тема сети тоже была. Другое дело, что я вот эту вводную лекцию, она довольно стандартная, я ее придумал довольно давно и постоянно воспроизвожу. Как обычно, как вводится для нашего курса, я попытаюсь запихать в одну лекцию больше, чем одну. Так уж устроен наш курс этот. Чего у меня при этом получится, я совершенно не гарантирую, но я думаю, что что-то получится. Вот. Идея в следующем. Значит, кстати сказать, та часть, тот кусок, который запихивается в одну лекцию, он есть вот здесь, на сайте. Где-то тут был вот. Это первая лекция цикла 2013 года. Да, вот она. У нее есть прекрасный конспект. Вот. Хороший, годный. Можно заглянуть туда. Вот. А можно попробовать заняться сегодняшней лекцией. Значит, да, плана у нас пока нету, но это дело наживное, мы все сделаем. Идея в следующем. Когда говорят про сети, особенно в современном мире, почему-то часто случается так, что даже весьма продвинутые, там люди, которые работают системными администраторами несколько лет, по факту имеют какие-то совершенно легендарные представления о том, что такое сеть. Вот. То есть ты у нее спрашиваешь про сеть, а он мне отвечает про введение в домен, папочки и еще что-то вот в этом духе. Вот. Значит, папочки. Соответственно, это означает, что с одной стороны, вот, вся эта наша линуксовая деятельность, как ни странно, если мы не занимаемся, там, вот, ну, или линуксовая, там, сисадминская, если мы не занимаемся конкретно сетью, администрированием, нас, в общем, немножко отгораживает от этой проблематики. А с другой стороны, ну, например, человек, который администрирует сети в ЦИСК, с помощью ЦИСК, да, он в основном заточен на воспроизведение каких-то ЦИСКовских последовательностей действий, не всегда понимающий, что он там делает, потому что у ЦИСК довольно терминологи странные, несмотря на то, что они вроде как ведущие в этом плане. Вот. То есть мне бы хотелось начать курс вот этот, который по сетевым технологиям, с большой лекции, которая объясняет все про сети сразу, да, вот, как это вообще устроено, про что это, вот. И вот это про что это, наверное, я хочу воспроизвести и здесь, но попытаюсь туда вкраплять еще иллюстрации из мира Linux, чтобы это не было такое вот чистое разговаривание, ну, чистое говорила и больше ничего. Вот. Кстати, зря я закрыл. Зря я закрыл, потому что у меня прям конспект лекции этой понадобится. Давайте мы с вами на секундочку представим, что мы забыли про то, что существуют компьютерные сети, их нет вообще. У нас есть, так сказать, такая свежая штука, компьютер. Ее, в общем, сравнительно недавно изобрели. Вот. Их в мире довольно много уже, несколько сотен, может быть, даже тысячи компьютеров. И нам, значит, мы работаем в конторе, которая называется ARPA, которая, собственно, и дали задание военщики разработать возможность передачи данных между компьютерами на расстояние, объединенное в единую сеть. То есть, как бы мы эту задачу решали, если бы мы к этой задаче подходили с разумных позиций. Вот. Собственно говоря, ну, файлы они хотят копировать. Вот эти люди, которые нам дали задание, хотят копировать файлы с компьютера на компьютер. Что, какой фронт работ, какие уровни задач мы должны при этом решить, чтобы эту самую сеть организовать? Значит, ну, первым делом мы должны понять, как эти данные передаются. Да, то есть, главный вопрос, который мы должны решить перед тем, как что-либо разрабатывать, это, собственно, вопрос среды передачи данных. Вопрос о том, через что, посредством чего мы передаем эти самые данные. Тут, возможно, варианты. Значит, ну как, по двум проводам. На одном проводе у нас, значит, земля, на другом нолик или единичка. Ну, в смысле, напряжение есть, напряжение нет. Значит, напряжение есть нолик, напряжение нет, единичка. Вот вам передача данных, почему бы и нет. В обе стороны, ну, пусть будет три провода. Один туда, другой оттуда. Или, допустим, как еще можно данные передавать? С помощью почтовых голубей берем бумажку, записываем на ней данные, накручиваем голубу на лапку, отпускаем его. Значит, он летит, прилетает, мы эту самую бумажку раскручиваем, переписываем. Вот. Вот вы улыбаетесь, а есть такой рывц на то, как с помощью почтовых голубей организовать IP-протокол. Он, правда, датируется 1 апреля какого-то года, но он совершенно серьезный, в том смысле, что там действительно написано, как это делать. Вот. Например, есть такой хороший способ передачи данных. Покупаем самосвал линчестеров. Вот. Туда влезает, ну, несколько экзобайтов. Мы эти несколько экзобайтов везем на самосвале в течение там трех дней за 3000 километров. Ну, нет, трех дней, не 3000. В общем, на 1000 километров, даже больше. Да? И, между прочим, не факт, что это будет неэффективно. Вот. То есть, не говоря уже о более традиционных способах передачи данных, как то по витой паре, по радио, там, по спутниковому каналу и так дальше, и так дальше. Когда мы говорим об организации среды передачи данных, мы в первую очередь говорим о том, как о физических параметрах того носителя, который нам будет служить этой средой. То есть, мы прям говорим, что вот там провода такие-то, да, напряжение такое-то. Если это, скажем, витая пара, почему витая пара, да, почему они должны быть скручены, эти пары, что передается по одной паре, что по другой, в чем, как бы, смысл, как, 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 вот, собственно, что представляет собой сигнал. Нолики, единички. Вот. Это, так сказать, первый такой уровень, нулевой уровень, когда мы решаем нашу задачу передачи данных. Он делится на две части. Первый – это физические параметры носителя, а второй – это кодирование. Смотрите, допустим, про те же два провода. Мы договорились, что нолик на проводе означает отсутствие, наоборот, отсутствие напряжения на проводе означает нолик, наличие напряжения на проводе означает единица. И этого совершенно недостаточно для того, чтобы начать передавать данные по этому проводу. Потому что, например, вот мы в течение минуты наблюдали нолик на проводе. Это что? Это провод мышка перегрызла, например. И поэтому там, ну, нет напряжения. Или, например, это сколько-то нулей, сколько. То есть мы должны договориться о том, как часто мы делаем замеры, и как мы отличаем факт передачи данных от отсутствия передачи данных. Это тоже решается на уровне организации среды передачи данных, на вот этом нулевом уровне. Кстати, он тут должен быть нулевой, с нулевого по четвертый. Но неважно, пускай будет с первого по пятый. Мы математики, мы можем вычесть единичку. Так вот, но это уже не имеет прямого отношения к физическим параметрам носителя. Это имеет отношение к нашим договоренностям относительно того, что, собственно, мы понимаем под данным. Ну, например, при передаче данных по проводу мы сначала посылаем некоторую последовательность из нулей и единиц, чередующиеся. И поэтому по тому, с какой частотой повторяются нули и единицы, мы замеряем, собственно, настраиваем с двух сторон скорость передачи. Допустим, эта скорость 12200 раз в секунду. Вот. То есть, и только после этого идет какая-то передача данных каких-то, да, которая еще, между прочим, как-то заканчивается. Возможно, такой же последовательностью. То есть, смотрите, помимо того, что мы передаем какие-то данные, ну, собственно, полезные, мы еще какую-то синхронизационную информацию. Или совсем по-другому. Мы к этому второму проводу добавляем третий. И этот третий провод, так называемый строп, говорит следующее. Есть напряжение на этом проводе, значит, надо считывать очередное напряжение на втором проводе. Считали, сбросили. Опять, есть напряжение, надо считывать. Вот. То есть, такая синхронная передача. Поймали ли единичку на одном, считали со второго единичку или нолик, сбросили единичку на одном. Поймали, считали, сбросили. Тогда у нас скорость передачи не обязательно синхронизировать, потому что синхронизация идет по этому проводу стропу. Но мы используем, ну, это медленнее, понятное дело, и железо интереснее должно выглядеть, которое вот так делает. Вот. Ну, и, в общем, есть разные подходы к кодированию. Ну, например, смотрите, те же самые провода имеют свойство шуметь. И было бы неплохо передавать по ним не только полезные данные, но и какую-нибудь контрольную сумму, дополнительные биты четности, хотя бы парочку для восстановления, в случае чего однократные ошибки. Вот такие вещи. То есть, когда мы строим среду передачи данных, особенно если эта среда передачи данных не такая простая, мы должны договориться о том, что, собственно, представляет собой кодирование данных. Ну, вот, была бы эта длинная лекция, мы бы еще вспомнили про, как это называется, скрамблинг, да? Скрамблинг, да. Про скрамблинг, когда, например, неудобно передавать в некоторых средах передачи данных сплошные нули. Вот. И мы специально замешиваем тот поток, который мы передаем, с некоторым потоком, который нам гарантирует чередование нулей-единиц в какой-то степени, чтобы, значит, ну, скажем, к сорям, эти нолики на эти единички, чтобы, значит, в том, что мы реально передаем, нолики-единички чередовались достаточно регулярно и, соответственно, вот, ну, типа так удобно. Вот. Итак, мы решили проблему номер один. Мы решили проблему, собственно, самой среды передачи данных, то есть определили, как должен быть выглядеть провод, вот это все. Я бы тут показал сразу примерчик. Проблема состоит в том, что этот примерчик еще одну сущность требует, вот, про которую мы еще не поговорили. Так что мы поговорим сразу про две, а потом перейдем к Linux. Окей. Допустим, мы разработали хорошую среду передачи данных, уж не знаю какую, хорошую. Вот. Осталось только включить, воткнуть его в компьютер. И тут возникает на уровне подключения нашего устройства сетевого к среде передачи данных возникает опять две проблемы, как обычно. Первое. Это, собственно, как эти данные от компьютера к компьютеру передавать. Потому что, вот мы договорились там про нолики и единички, а, собственно, вот сам протокол, да, вот один компьютер хочет начать передачу данных. что он для этого делает? Второй не хочет их принимать, но ему надо. Как он узнает о том, что ему надо? Вот такого рода вопросы надо решить вместе с какими-то дополнительными вещами, про дополнительные вещи чуть позже скажем. Если просто два компьютера воткнуты проводами, даже это должно быть, мы должны договориться о том, как инициировать эту передачу. Либо они постоянно считают, что вот все, что не приедет из этих проводов, это какие-то данные цены. Либо же мы должны договориться о том, как отличить состояние хочу передавать от состояния не хочу передавать. Например, еще один провод ввести на аппаратном уровне, через который будет вот это хотение передаваться. А вот я сейчас тебе буду передавать. Такое тоже возможно. Но наш интерфейс должен это поддерживать. Если, например, у нас среда передачи данных позволяет подключать более двух абонентов к нашей среде передачи данных, тогда еще возникает вопрос, а как их друг от друга отличать? Ну, допустим, никак. Допустим, все передают всем. Или, допустим, вот в эти данные включается какой-то специальный идентификатор, номер нашего абонента в нашей среде, внутренней. И когда мы передаем данные именно ему, мы все их сопровождаем еще вот этим идентификатором. В общем, процесс передачи данных это такая, ну, не самая простая штука, сильно завязанная на низкий уровень. Сейчас мы это увидим. Вот. Но и это еще не все. Потому что тот факт, что мы научились как-то, ну, мы рассказали алгоритм, по которому один имагент может передать данные другому, еще не означает, что все абоненты могут пользоваться этой средой передачи данных, ну, скажем так, одновременно. Например, мы должны принять решение видимо на этом уровне. А может быть и раньше. У нас сеть будет с коммутацией каналов или сеть с коммутацией пакетов. Поясняю. Что такое сеть с коммутацией каналов? Это когда у нас, например, в такие старые телефонные станции, помните, такие с шаговым искателем в кино показывают. Вот у нас есть 20 абонентов и 4 канала. И там тоже 20 абонентов. И вот один абонент звонит другому. Он что делает? Он звонит другому. Ему телефонная станция выдает канал один из четырех. Дальше она подключается к второму абоненту, тот берет трубку и в течение всего сеанса связи они пользуются вот этим одним каналом, разговаривают, передают какие хотят данные, вплоть до того, что передают голос совершенно такой аналоговый. Вот. Значит, когда звонит второй, в смысле третий, четвертому, он опять-таки получает в аренду целый канал, а вот когда звонит там, не знаю, десятый, на него уже каналов не хватает, потому что все четыре канала заняли первые восемь. И у него там идет сигнал занято, просто потому, что ему каналов не хватило. Сеть с коммутацией каналов может быть перегружена по объему каналов, по количеству каналов. Вот. Зато по этому каналу, который получают два абонента в полное свое пользование, можно передавать какие хочешь и сколько хочешь данных, ну, естественно, да. Понятное дело, что такая штука удобна, когда у нас, ну, там, голосовая связь или что-то такое, и неудобно, когда у нас связь цифровая, то есть у нас много разных данных передается одновременно, разнотипных, из разных мест в разные, и мы хотим как-то это все замешивать. Поэтому, скорее всего, мы примем решение, что для передачи данных у нас будет использоваться сеть с коммутацией пакетов. А сеть с коммутацией пакетов это особь статья. И это значит, что те данные, которые мы хотим передавать, мы заранее готовы к тому, что они будут нарезаны на части и переданы по частям. Да? Собственно, части называются пакетами. А это, в свою очередь, означает, что, да, уже при организации процесса передачи данных мы должны приписать к передаваемому пакету, ну, как минимум, как минимум, какую-то информацию, относящуюся к тому, что это за пакет. Да? То есть, вот когда два абонента в сети с коммутацией каналов арендовали себе канал, каждый абонент знает, с кем он разговаривает. Когда два абонента в сети с коммутацией пакетов посылают друг другу данные, они должны на пакете написать кому, от кого и кому. Ну, потому что у нас может быть в нашей среде передачи данных более двух абонентов. Значит, должна быть какая-то проблема, решена проблема внутренняя идентификация. То же самое относится к дисциплине использования. Если у нас сеть, грубо говоря, сеть с коммутацией пакетов, то там, вообще говоря, канал ровно один. И все им пользуются. Закинут в этот канал пакеты, они едут. Ну, вот, допустим, Ethernet какой-нибудь. Не знаю, тут есть Ethernet. Нет Ethernet. Wi-Fi какой-нибудь. Не важно, что. То есть, канал один. И возникает вопрос, а чего делать, если, например, у нас все одновременно захотят воспользоваться этим каналом? Ну, ответов очень много. Значит, можно так задизайнить, что пускай все одновременно пользуются. Вот. Можно так задизайнить, что, допустим, когда хотя бы два одновременно попытаются что-то передать, они видят, что в результате на нашей среде передачи данных происходит шум из-за того, что они вдвоем начали. Каждый ждет случайное время и начинает в разное время. Можно к этому еще привесить такое требование, что они сначала смотрят, не занят ли канал, не идет ли передача. Если передача идет, они ждут случайное время. А если передача не идет, они начинают. И тогда они детектят коллизии, то есть разведывают ситуацию, что вот они начали одновременно, ну, к сожалению, начали одновременно, значит, ждут случайное время и только после этого начинают задавал. Вот. Это, кстати, я описал реальный алгоритм, который работает в сетях Ethernet. Да? Ethernet – это протокол именно со слушанием канала и с определением коллизии. То есть сначала мы ждем как она будет свободна, а потом в случае, если коллизия, делаем еще паузу, причем каждое устройство делает ее паузу. И все это на этом уровне, на уровне подключения к среде, на уровне, когда провод, грубо говоря, втыкается в компьютер. Как ни странно, может показаться, что задача уже решена. Смотрите. Мы объединили компьютер в сеть. Мы научили их, скажем, передавать пакеты. В каждом пакете мы научили их подписывать, к какому компьютеру этот пакет предназначен. Вообще говоря, все. Данные от одного компьютера уходят, к другому, скорее всего, приходят. А может, нет, если он выключен, например. Даже если, представим себе Ethernet, если у нас их много. Давайте представим себе Ethernet. вот тут у нас его нету, Ethernet. Вот есть, допустим, вот такой интерфейс. Как работает Ethernet? Это интерфейсный уровень, то есть уровень 2, уровень 2 в нашей терминологии. У него есть уникальный идентификатор, который внутри среды передачи данных уникален. То есть, во всем Ethernet-сегменте сетевых карт с вот таким вот MAC-адресом ровно одна. Это моя. Вот. Ну и вот с таким тоже. Соответственно, когда мы хотим послать пакет на какой-то другой компьютер, мы говорим, что ну вот у нас есть, пожалуйста, у нас есть адрес, ну на это пока не смотрим, у нас есть соседний компьютер, который имеет вот такой MAC-адрес. Мы говорим, так, пожалуйста, вот мой фрейм посылается вон, вот, вот, компьютер с вот таким MAC-адресом. При этом среда устроена таким образом, что на самом деле любое устройство сетевое, которое видит пакет с таким MAC-адресом, оно его видит. Просто на аппаратном уровне оно его фильтрует. Если это не мой MAC-адрес, то мне не нужно на него смотреть. А, соответственно, железяка, в которой этот адрес ее, этот пакет забирает и начинает смотреть ему внутрь. Вот. Так вот, в случае Ethernet, мы имеем дело не с двумя компьютерами, а с, ну там, ИОН-компьютерами в одной среде передачи данных. Они отличают друг от друга, вот, вот, друг друга отличают по MAC-адресу. Этот MAC-адрес уникален как минимум в рамках одного Ethernet-сегмента. На самом деле, считается, что он уникален вообще. Он содержит код производителя и номер устройства. Кажется так. У некоторых крупных производителей много таких кодов производителей, потому что, ну, устройства они много выпускают. Вот. В других случаях там по-другому будет устроено, допустим, ну, не знаю, я в основном Ethernet знаю, или Wi-Fi. Я не могу вспомнить. Ну, вот в случае двух проводов, соответственно, ничего не будет. Вот. Ну, или девяти проводов, как случилось. Ну, ну, допустим, последующий интерфейс, вопрос, что мы зачитаем 82-й, а просто номер устройства. А, да, да, да. То есть, когда мы передаем данные и у нас просто несколько устройств на той стороне, мы просто передаем номер один, один, два, три, четыре, ноль. Вот. Нам не нужно вот этого MAC-адреса. Вот. Что же касается Ethernet и его MAC-адресов, то дисциплина передача ровно такая, как я сказал. Мы слушаем состояние среды. Если среда занята, мы ждем случайное время и потом снова пытаемся послать пакет. Если среда свободна, мы пытаемся послать пакет, но при этом смотрим, а не произошла ли коллизия, когда одновременно два устройства случайно решили послать пакет и опять ждем случайное время, если коллизия произошла. Вот. Так вот, я вам скажу так, что некоторые сетевые протоколы старые, ну, например, сети Windows или сети NavellNetWire были основаны ровно на этом. Прямо на этом. Мы никуда дальше не шли. То есть, у нас как бы идентификатором компьютера являлся вот этот идентификатор устройства внутренний, который определял его уникальный идентификатор на среде передачи данных одной. И между компьютерами вот так вот происходил обмен. На самом деле, конечно, нет. Мы не решили проблему, помните, что хотели наши заказчики скопировать файлы с одного места на другое. Мы только научились доставлять, скажем так, возможно доставлять пакеты внутри одной среды передачи данных. Кстати, раз уж пошла такая пьянка, давайте посмотрим, что мы можем вынуть из Linux в смысле интерфейсного и аппаратного уровня. Значит, про интерфейсный уровень видите, да, значит, вот у нас есть так называемые интерфейсы, вот на моей машине их три. Они соответствуют очень, грубо говоря, воткнутым в нее проводам, хотя на самом деле это не провод, а Wi-Fi, соответственно, это воткнутые в нее радио. Вот. Это провод, только он не воткнут. Вот. А это вообще сетевой интерфейс, который всегда существует на любом компьютере, так называемый лупбек, он же заглушка, который смотрит в наш собственный компьютер. То есть все, что мы туда отправляем, оттуда немедленно приходит. Очень удобно для того, чтобы, например, установить сетевое соединение с самим собой, даже в отсутствии какой бы то ни было сети. Вот. Так вот, что касается сетевого интерфейса. Давайте посмотрим что-нибудь такое. А, это надо рутом заходить. Хорошо. Вот. Что умеет наш сетевой интерфейс? Ну, для начала он умеет два вида аппаратного уровня. Витая пара и так называемый медиа-индепендент. Медиа-индепендент интерфейс. Я в своей жизни вот эти мои интерфейсы видел последний раз 15 лет назад на Spark Classic, кажется. Я такая, сейчас покажу. Вот такая штука. в нее втыкается преобразователь к конкретному медиа, так, витой паре, к аксиальному камеру, еще к чему-нибудь, к толстой медиа и начинает работать. Вот. Ржаная. Вот. Тем не менее, тем не менее, наш с точки зрения уже интерфейсного уровня, с точки зрения работы с подключением, нам все равно, какая с той стороны медиа. Витая пара или, например, вот эта штука. Вот. И это очень важно. В этом мы будем чуть дальше говорить. Уровни должны быть независимы. Вот. В принципе, туда можно, как видите, воткнуть 10-мегабитный кабель, 100-мегабитный кабель и гигабитный кабель. Разных видов. Вот. Ну, возможно, еще что-то. с 10-мегабитный кабель, с 10-мегабитным и гигабитным та же самая ситуация. Мы, в принципе, провода для того, ну, как бы, кабели для того, чтобы делать такие подключения, отличаются. Да, там, 10-мегабитный, довольно простой. Вот. Сто-мегабитный, не помню, есть ли какие-то серьезные отличия. А вот гигабитный, например, там должны быть эти самые витые пары изолированные. Они укладываются в отдельные короба, такие там внутри перегородичек. А, ну да, в 10-мегабитных достаточно 4 пар, не 8. И в сотки достаточно, да. Вот. А тут должно быть 8. Вот. В смысле, не пары, штук. Да, да, да. Там достаточно 4 штук, а в гигабите должно быть все 8. Вот. Тем не менее, нам на это время и нету, но в принципе, если порыться в протоколах и в организации различных медиа, различных интерфейсных уровней, мы увидим, что есть достаточно жесткая завязанность между аппаратным и интерфейсным уровнем. То есть, вот это вот, как бы, нам не важно, какой с той стороны провод, это, в общем, такое, ну, преувеличение. Нам важно, какой с той стороны провод, потому что мы должны понять, например, если у нас карточка поддерживает вплоть до гигабита, и другая карточка поддерживает вплоть до гигабита, а провод плохой, как они договорятся о том, что там 10 мегабит? Значит, должен быть какой-то, на интерфейсном уровне какой-то, какая-то договоренность о том, как определять уровень пара. Вот. Тем не менее, мы можем посмотреть на это. В случае, допустим, допустим, в случае Wi-Fi, мы можем заглянуть в устройство, которое называется F0. Это как раз низкого уровня физическая составляющая Wi-Fi канала, и он нам много чего расскажет про то, что нам умеет, про то, что умеет этот самый канал. Вот. Например, он расскажет про то, какие шифры поддерживаются, про то, на интерфейсном, правда, уровне, про то, какие диапазоны, какая скорость поддерживается, какие диапазоны частот. Вот. И еще много всякой интересной информации. Вот. Да, это надо почитать документацию, я сейчас наизусть все не помню. То есть, с одной стороны, нам, опять-таки, рассказывают про то, что там с радио творится, то есть, что там с Wi-Fi непосредственно на аппаратном уровне. А с другой стороны, нам, видите, рассказывают довольно много всяких штук про то, что наш интерфейс умеет. Ну, с Wi-Fi там довольно все сложно. Там нужно уметь шифровать, там нужно уметь менять этот шифр по ходу, там нужно взаимодействовать с операционной системой, которая вам будет подсовывать новые, новые, новые все время эти шифры, чтобы, значит, они не протухали, и их нельзя было разломать, ну, и так дальше, и так дальше. Вот. В принципе, вы можете управлять параметрами аппаратными, Wi-Fi, например, из Linux, например, я тут не вспомню, где, ну, например, ну, не знаю, там, увеличивать или усиливать или ослабевать сигнал. Да, вот можно взять и настроить интерфейс, честно не помню, не буду сейчас смотреть. Но, поверьте мне на слово, можно настроить интерфейс, чтобы он там, мощность подал побольше, мощность подал поменьше. Это свойства аппаратные, но, тем не менее, они с точки зрения Linux родятся. Вот. Почему, собственно, почему, собственно, мы не останавливаемся на этом? Да, мы научились, вроде бы, передавать данные. Мы научились, вроде, передавать данные от компьютера к компьютеру, но ничего хорошего из этого не произошло, потому что наша задача была, собственно, не такой. Наша задача была, а, копировать фейлы, ну, ладно, мы сейчас этим подождем, и, б, между двумя компьютерами, которые, в принципе, не обязательно подключены к одной среде передачи данных. Скорее всего, вот эти, там, 100 компьютеров в мире, которые тогда были, вот, когда эта задачка стала актуальна, они, в общем, были, ну, на большом расстоянии друг от друга и соединены разными способами. То есть, вся эта наша машинерия, которая связана прям сразу вот, вся эта наша машинерия, которая завязана исключительно на конкретный Ethernet, будет работать только в одной конкретной среде передачи данных в Ethernet. А если они разные, тут становится, возникает сразу несколько проблем. Ну, например, проблема фрагментации. Ну, она такая, ну, чисто техническая. Смотрите, у нас есть такая штука, как МТУ. Вот в нашу среду передачи данных влезает только полторы тысячи, они это называют аксетами, они называют это байтами. В то время, когда они их изобретали, байты еще были 7-битные или 6-ти. Вот, они называют это аксетами по 8 битов. Так вот, в одну, один пакет, а у нас сеть с коммутацией пакетов, один пакет, который пролезает через Ethernet имеет длину 150, максимум полторы тысячи аксетов. Это значит, что когда мы хотим передать что-то больше, мы должны попилить на кусочки и передавать эти кусочки. Проблема состоит в том, что это в Ethernet так. Некоторые среды передачи данных имеют максимальный размер передаваемых пакетов меньше. Пример. Если у вас поверх Ethernet накручено еще что-то, какой-нибудь PPPoE, это значит, что у вас будет Ethernet-фрейм, в котором часть места будет занимать дополнительная информация, а часть места полезной нагрузкой. Тут будет, ну, какой-то такой способ в организации VPN-а часто всего бывает. Вот здесь вот вместо 1500 пишется 1400 сколько-то там. Вот. Ну, бог с ней с проблемой фрагментации. Главная проблема в другом. Главная проблема состоит в том, что если мы давайте я попробую что-нибудь нарисовать так неожиданно. Неожиданно нарисовать. Вот у нас есть... Боже мой. Вот. Вот у нас есть компьютеры в сети, да? Ой, какие-то разных размеров. Да, надо скопировать. Сейчас надо вот один удалить, а этот скопировать. Вот. И вот эти три, например, объединены в какую-то сеть, да? Вот. У них есть там коммутатор какой-нибудь. Вот. И они объединены в сеть. Тынц. Ой. Уберем эту стрелочку. Нет, не такую. Извините. Вот. Они объединены в сеть, да? Раз. 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 И это у нас локальная среда передачи данных какая-то. Вот. Вот. Локальная среда передачи данных. Дальше. Вообще говоря, у нас вот наша интернет устроен таким образом, что вот эта штука и эта объединены в сеть, да? Вот так. Ну, эй. Вот так, да? И это еще одна локальная среда передачи данных. сейчас. 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 Плохо. Ладно. Ну, в общем, вы меня поняли. Вот эти два. Дальше наша картина устроена так, что вот эти объединены в одну сеть. Вот. вот, допустим, там еще один маршрутизатор какой-то, да? И, наконец, вот так. И у нас здесь на картинке три разных среды передачи данных. Одна, вот эта вот вторая, вот эта вот третья, вот это даже четыре, нет, три, да? Вот эта вот вторая, вот эта третья. Вот сейчас третью третий нарисую. Идет вот. Вот. Да? Эх, надо было, конечно, подготовиться как-то делать, но хорошо, пускай будет. Вот. Ну, еще одна посередине. Вполне возможно, что вот это у нас Ethernet, вот это может быть тоже Ethernet, а это какая-то, какая-то, какая-то странность, которая там используется у провайдера вашего. Черт его знает что-то, МТМ, не знаю. Или это какой-нибудь DSL там. Ну, короче, они все разные. Что из этого следует? Из этого следует, что мы не можем завязываться на такую уникальную штуку, как MAC-адрес, MAC-адрес нашего, потому что MAC-адреса может вообще не быть. И они могут внезапно повторяться. Ну, вдруг. Не должны, но вдруг. Мы не можем завязываться на то, что все компьютеры знают про всех. Поэтому у нас возникает вопрос, как идентифицировать любой компьютер в такой глобальной сети, представляющей собой объединение вот этих средств передач данных. Идентификация. Для этой цели используется, ну, чтобы сразу показывать, используется IP-адрес. В частности, для того, чтобы передавать наши пакеты с помощью TCP-IP, каждый компьютер имеет уникальный внутри, по крайней мере, ну, скажем так, раньше было так, что он имел уникальный IP-адрес. Почему он не уникальный? Мы будем... Нет, наверное, придется поговорить сегодня. Сейчас поговорим. Вот. Давайте сначала начнем с того, что каждый компьютер имеет уникальный IP-адрес. Никто на свете не знает всех адресов всех компьютеров. Раньше так было. Вот когда их было 100, на каждом компьютере было записано, какой IP-адрес у какого компьютера. Понятное дело, что сейчас в каждую секунду эта картина меняется, да, там, где-то включают, где-то выключают, где-то меняют, где-то еще что. Вот. И не будем сейчас пока говорить про то, что вот этот IP-адрес слегка не уникальный, да, будем считать его и в результате получится следующая картина, что вместо того, чтобы как-то завязываться на среды передачи данных, мы будем рассчитывать на то, что у всех компьютеров в мире есть IP-адрес и что мы когда передаем данные, мы передаем данные от компьютера с таким-то IP-адресом на компьютер с таким-то IP-адресом. Это первая проблема, которую нам нужно решить при объединении сред передачи данных у глобальной идентификации. Вторая проблема состоит в том, что мы теперь не знаем, куда послать эти данные. Мы не знаем, где находится вот этот компьютер. Допустим, мы хотим послать от этого компьютера. Вот. Вот от этого компьютера, вот этого. Сори. Вот этот, да? Мы, возможно, знаем его IP-адрес, иначе бы у нас ничего не получилось. Но мы еще не знаем, как сделать так, чтобы данные отсюда попали сюда. В частности, они должны попасть сначала сюда, потом сюда, потом сюда, а потом сюда. Да? То есть, должен произойти какой-то, должен сложиться какой-то маршрут. Опять-таки, либо мы пытаемся держать в памяти каждого компьютера всю карту сети, после чего говорим, вот, пожалуйста, вот по такому маршруту пакеты посылаем. Но, видимо, это не наше решение с учетом количества абонентов в сети из РН. Либо мы должны разработать какой-то механизм, алгоритм, сообразно которому маршрутизация будет происходить. Вот. Обычно это делается так. Самый простой способ. Мы говорим так. Вот у нас есть локальная сеть. В этой локальной сети слэш 16, значит, первые 2 байта – это адрес сети, а это адрес абонента. Значит, здесь сколько получается? 64 тысяч абонентов. Ну, так не бывает, но пускай. Да? Вот эта запись означает буквально следующее, что в нашей сети может быть 2, значит, идентификатор компьютера в нашей сети идентификатор абонента занимает 2 байта и 2 байта занимает идентификатор самой сети. Вот слэш 16. 2 байта. Слэш 24 – это значит, что идентификатор сети 3 байта, а идентификатор абонента – 1. Вот. Давайте я покажу какой-нибудь пример с этим самым. Ой, а как-то он так сделал. Вот давайте посмотрим, что у нас здесь с эпи-адресом. Примерно такая же картина, ничего лучше не стало, да? Я бы хотел показать, где не сэш 16 что-нибудь. Ну, 65,535 минус там еще несколько штук. Да, а что? Ну, не знаю, ну куда еще сходить? А потом будет еще хуже. А, меня не пустили туда. Ладно. Ну, видимо, у нас уже не осталось таких вот внешних IP-адресов на машинках. А, нет, не осталось. Хорошо. Значит, ну, тогда, наверное, это никакого особого примера нам не приведется. Тогда вот здесь. Итак, у нас правила очень простые. У нас есть сеть, посылая пакетов, которые мы не нуждаемся в маршрутизации, мы точно знаем, что, например, у компьютера с адресом 10401 он принадлежит нашей локальной сети, доступен через вот этот интерфейс, и у него есть низкоуровневый адрес, то бишь MAC-адрес, равный вот этому. Если наша задача послать данные вот на этот компьютер, он находится в нашей локальной сети и от него есть, от него есть, от него есть этот, MAC-адрес. Вот. Вот здесь их побольше, да? Та же самая картина, смотрите. Поскольку у нас здесь сеть тоже слэш 16, то есть вот это адрес сети, а этот адрес абонентов сети, то мы, по идее, должны знать должны знать MAC-адреса всех абонентов, которые есть на этом, которые в этой сети есть. И действительно, вот у нас есть 10301 с таким MAC-адресом и 103128.4 с таким MAC-адресом, еще 103128.16 с таким MAC-адресом. Все эти абоненты принадлежат одной и той же локальной сети в силу вот этого. Да? У них у всех 10.3 адрес сети. И это значит, что мы должны знать их MAC-адреса, чтобы послать им пакет. Если же мы не знаем, то вступает в силу вторая проблема, проблема маршрутизации. В самом простом случае она решается так. Мы говорим... Это понятно, что такое. Поскольку мы находимся в сети 10.3, то все пакеты для 10.3 просто вылезают через интерфейс ETH0 и там где-то находят своего хозяина. Они все должны быть доступны по MAC-адресу. Если мы посылаем пакет в адрес сети 10.6.7 slash 24, то есть вот это адрес сети, а здесь вот от 0 до 254 адрес абонента, то тогда маршрутизатором для такого, такой сети нам будет служить машина с вот таким IP-адресом и пакеты нужно пересылать через нее. Это даже более сложный случай. В случае, допустим, вот того Wi-Fi, который мы тут настроили, ничего кроме маршрутизатора по умолчанию не существует. Так вот, а если мы не знаем, куда пересылать, то есть если это не в локалке и нету специальной записи, через кого пересылать пакеты, принадлежащие вот этой сети, то есть запись в виде дефолта, в которой на самом деле написано 0,0,0,0, в смысле 0,0,0,0,0,0, слэш кажется 0. То есть адреса сети нету, а вот это такая глобальная сеть, через которую мы все пересылаем. Кто пересылает пакеты, когда у нас в таблице маршрутизации не найдено других записей? Какой-то маршрутизатор по умолчанию, вот он. Иногда бывает такой таблицы маршрутизации недостаточно и в силу вступают всякие хитрые соображения, того-то пересылать через того-то, того-то через сего-то, но, как правило, это правило работает. Значит, можно запись типа хост-хост, вот по такому адресу пересылать через такой-то хост, запись типа сеть-хост, по всем адресам из этой сети, напоминаю, 24 означает три байта адрес сети и один байт адрес компьютера в сети. По всем адресам из этой сети пересылать через вот этот хост, а по всем остальным адресам пересылать через вот этот хост. Таким образом, мы решаем задачу организации маршрута следующим образом. На каждом устройстве, которое должно пересылать данные дальше, принимается решение, в какое место их пересылать. Сюда или сюда. Да? Здесь. Сюда или сюда. Через какой интерфейс и есть ли за этим интерфейсом наш абонент получатель, или же получателя нету, а есть только следующий маршрутизатор, который будет пересылать наши данные дальше. Сюда, сюда и сюда. Можем, например, например, можем посмотреть с помощью утилиты трейсрут минус N. Ну, допустим, через какие IP-адреса проходил пакет до сайта, ну, допустим, www. Не до какие. Вон он лежит. Хорошо. А! Я знаю, наш Wi-Fi не пускает. Хорошо. О! Вот смотрите. Только минус N давайте, чтобы он нам доменные имена тут не городил. Бумс. Вот смотрите. www.rule у нас имеет адрес вот такой. Значит, первый маршрутизатор на нашем пути встретился с таким адресом, потом с таким, потом с таким, потом с таким. Вот гулял-то. Гулял, 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 гулял и в конце концов добрался. Добрался до конца. Вот. Самое интересное, что утилита трейсрут не может так просто взять маршрут. Знаете, что она делает? Она посылает сообщение пакет вот по этому адресу, выставляя в этот пакет специальное поле time to leave равное единице. Зачем в пакете, в IP-пакете в поле time to leave? Чтобы они циклом не ходили. То есть, а то вы пошлете пакет, и он будет бегать случайно по кругу. Пока все не забьет. Соответственно, когда происходит маршрутизация, когда вот это устройство перекладывает пакет отсюда, пришедший вот сюда, оно уменьшает время жизни этого пакета на единицы. Утилита трейсрут работает так. Она посылает вот этому хосту, выделенному, пакет на единицу. Ну вот такое произошло. Утилит трейсрут О, значит, первый хоп у нас был 188, 44, 41, потому что он нам вернул сообщение о том, что пакет не доставлен. Давайте теперь пошлем пакет, ставим туалит равным 2. Он пройдет через это, но зато следующий хоп нам скажет, что все, пакет протух, давайте. Ну и так дальше это будет происходить. Да. Он их три посылает. Он их просто посылает три на всякий случай. Среда передачи данных такая. Вот отсюда до сюда что-то такое длинное. Может, не знаю, может спутник, может не спутник, не знаю. Миллисекунд вы хотели сказать. Мысы, видите? Скорее всего, пять это где-то здесь. Да, ву, Господи, вот тут все хорошо видно. Тут мысы, а тут сыпы бы. Вот пока до Питера добралось, прошло 18 миллисекунд. Вот. Ну, давайте тогда уж, раз пошла такая интересная игра, давайте мы тогда еще и посмотрим еще, еще одну утилитку. Да что ж такое? Отстань от меня противного. Которая называется степи, да. Так, какой мы, этаж 0, да? По-моему, так-то делается. Значит, прото-эсиэмпи. Да что ж такое? Кто помнит, как это делается? Я хочу посмотреть только смп-пакеты. Да что ж ты будешь делать? Да это я случайно не то нажал. Вообще-то я считал, что это степи, так и пишется. А, вот так она пишется. Извините. Во. И вот теперь мы запустим пресловутый трейсрут, а тут почитаем, что она расскажет. Он, видите, их по три пакета посылает, да? Вот он, сейчас, дайте чуть-чуть минус В. И еще раз. О. Вирбус. Просто он пакет немножко расшифровывает. Видите, ттл равный 1. Вот он послал, и он должен сразу получить ответ, где он там, о том, что он, где он тут? А вот он послал ттл равный 2. Сейчас, а где у него ответ, что он, что, что? Не вижу. Сейчас посмотрим. Ну, вот они, эти ответы, да? Вот он первый говорит, что time exited, вот он второй говорит, что time exited, вот он, вот этот второй, вот этот третий говорит, что time exited, ну и так дальше. Только вот среди вот этой кучи их тяжело нагрепить, да? А, нет, вот он, почему же? Ну вот мы послали, он говорит, все, просрочен, ттл 1. Там написано, ттл 254. Где, где, где? Это в раскрытом пакете. Это обратный пакет? Да, 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 это обратный пакет. Он должен до нас дойти же. А тот, который мы посылали, в Мелт ТЛ1. Сейчас. Ну, можно, конечно, можно сказать, вот так вот, конечно, вместо вот этого сказать, ну вот порт с ССХ и мы увидим все. Тут, правда, и ДНС еще. Дайте еще, ой, мамочки. Нет, все равно много. Это, к сожалению, факультетская сеть, она достаточно загруженная. Даже здесь какие-то пакеты ходят, Windows-овый, да? Ну, короче, это только на стенде было бы удобно проверять, на реальной, на реальной видеть, какая творится загруженность. Если бы я вот это не сказал, вот, но общая идея примерно такая, да? Вот если мы здесь запустим Speed Dump, мы, наверное, увидим, в смысле, Trace Root, мы, наверное, увидим в этой выдаче и пакет, который идет туда от нас, вот он, УДПшный, и ответ, который приходит от Валюхаста, но это уже не здесь, вот он послал его, где он тут, ниже, да? Да, Trace Root 1, Trace Root 2, Trace Root 3, Trace Root 4, вот они, вот он их послал, прям послал пачкой, да, не глядя, а потом собрал от них ответы, вот он их послал, с ТТЛ 1 3 пакета, с ТТЛ 2 3 пакета, с ТТЛ 3 3 пакета, с ТТЛ 4, с ТТЛ 5, с ТТЛ 6, а потом они начали приходить ответы, сначала от этого самого, что он просроченный, от 188, потом от 93, потом от, у кого еще тут, 194, 168, у них у всех приехал пакет с ТТЛ равным 1, понятное дело, потому что он уменьшался, 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 дошел до них, он нам вернулся, вот такая, в общем, хитрость, а Валюхост говорит, ага, извините, а Валюхост говорит, не буду вам, не буду вам вообще отвечать на ваши, на ваши трейсруты ничего, такой он злой, поэтому здесь вот нам, трейсрут сказал вот такую штуку, не отвечает нам больше, ну вот, на самом деле, это еще не все проблемы, которые нужно решать на уровне, на уровне мошетизации, потому что нам еще нужно обеспечить связанность нашей сети, предположим, у нас есть еще один маршрут, он более длинный, более длинный, какой-то, там используется какой-то старый компьютер для этого, и еще чего-то, но зато, он более надежный, или по крайней мере, он все еще существует, когда у нас, внезапно, вот эта штука взяла и побилась, тут получается такая вещь, вот то правило статической мошетизации, которое я объяснил, для каждой сети указывается мошетизатор, через который пересылать, и все, не работает, если у нас не дерево, если наш интернет не дерево, а вот такой граф, то мы должны помимо протоколов собственной маршрутизации еще подумать о том, как обеспечить информацию о доступности тех или иных маршрутов, в общем, эту задачу надо как-то решать, это тоже задача, которая должна решаться на уровне сетевом, и на уровне построения маршрутов, у нас две задачи собственно, идентификация и мошетизация, вот, и она, допустим, в интернетах решается таким способом, вот такие штуки, обычно это больше, чем одна локальная сеть, обычно это несколько локальных сетей, объявляются так называемыми автономными системами, АЭС, все автономные системы пронумерованы и зарегистрированы, и существует специальный протокол, ну, самый известный БГП, Border Gateway протокол, который как раз предназначен для обеспечения карты связности между автономными системами, автономных систем не очень много, их несколько тысяч, кажется, боюсь соврать, и, соответственно, никому из вот таких локальных маршрутизаторов не нужно ничего знать про Border Gateway, но когда вы администратор целой автономной системы, вы обязаны настроить как минимум два, соседа, чтобы вас было, и вы обязаны поддерживать видимость как минимум двух соседей, чтобы можно было до вас доступиться с одной стороны или с другой. Да. Ну, поскольку интернет вообще динамическая штука, она в каждый конкретный момент времени является сетью, а через момент времени она уже другая в сеть, а потом еще другая. Вот. То есть, идея состоит в том, что, я это сейчас показать не могу, но просто имейте в виду, что недостаточно просто алгоритма маршрутизации, да, еще должны быть какие-то штуки, которые принимают решение пускать пакет вот сюда, вот сюда на самом деле, или вот сюда. И это уже никак не решается без какого-то взаимообмена информации о том, что доступно, что недоступно. Вот. Следующая картина – это потоки данных. Потоки данных – это вот что такое. Смотрите. Вот этой нашей маршрутизации мы обеспечили только возможность возможность того, что пакет дойдет. Один. Вспоминаем нашу исходную задачу. Нам нужно взять файл, напилить его на кусочки, и эти кусочки разослать. Внимание, вопрос. Нам важно или не важно, в каком порядке эти кусочки придут? Важно. Или не важно, если, например, файл в один кусочек помещается. Вам важно или не важно, чтобы кусочки пришли все? Но, опять-таки, важно, если это, ну, если надо восстанавливать файл из кусочков, и, например, не важно, если, например, у нас миллионы абонентов, которые смотрят видео. У какого-то там абонента случился какой-то глюк, вот чего точно не нужно знать серверу, это то, что у абонента случился глюк. Потому что, если у миллиона абонентов случится глюк, сервер загнется, обрабатывая эти глюки. Вот. Значит, нам важно или не важно, что абонент вообще существует, что те данные, которые мы передаем, он принимает. Опять-таки, иногда важно, иногда нет. И это проблема, которая решается на транспортном уровне. Первая проблема, это, собственно, организация потоков данных, внутри которых нужно проверять цельность, что они не побились там, что контрольную сумму, что они подряд идут, и надежность, что, например, только когда абонент ответил, что он соответствующий пакет получил, мы знаем, что он соответствующий пакет получил. Вот. Это первый, как бы, уровень, под уровень этого самого управления потоками данных. И так работает, например, потокол TCP. Вот если посмотреть, как устроен TCP IP, я не знаю, успею ли я это сделать или нет, ну давайте попробуем. А вот здесь вот, скажем, например, жмяк. Вот смотрите, один, одно скачивание HTML-страницы про потокол HTTP превратилось вот в такой поток данных, двусторонний, TCP двусторонний поток. И что мы делаем? Мы сначала устанавливаем подключение вот в ту сторону. Говорим, син, подключаем вот этот флаг с, означает, что установится подключение. Что делает другая сторона? Отвечает нам и устанавливает подключение с нами. В ответ тоже син. И еще, еще немножко. Мы говорим, ааа, ну тогда давай, поехало. Ак. Подтверждаем. Значит, да, значит, вру, син, это значит, оно устанавливает подключение с нами, ак, это значит, подтверждает вот это подключение. Акноличен. Мы говорим, ак, хорошо. Мы же говорим, ну теперь давай пылот. Еще давай пылот. Получил. Еще давай пылот. Получил. Все получил. Фин, заканчиваем соединение. Оно нам говорит, подтверждено. Оно нам говорит, и я заканчиваю соединение. Видите, оно нам говорит, фин. Я ему говорю, подтверждено, сеанс закончился. Протокол TCP, это протокол с установлением так называемого двухуровневого рукопожателя. Я запрашиваю соединение, мне приходит подтверждение, мне приходит запрос соединения, я возвращаю подтверждение, и только после этого происходит обмен данным. И то же самое в конце. Фин с одной стороны, ак с другой стороны, фин с другой стороны, ак с одной стороны. Помимо этого, в протоколе TCP еще волшебное число под названием sequential number. Случайное. к нему прибавляется каждый раз размер передаваемых данных. Это волшебное число sequential number, это одновременно и номер пакета в последовательности, и учет его размера. Нам приезжает следующий пакет, если у него размер плюс предыдущих sequential number не совпадает, значит, мы какой-то пакет пропустили. или если он не подряд идет, значит, они пришли не подряд, надо пересобирать. К сожалению, у нас опять нет времени на то, чтобы разговаривать про то, как работает TCP, он довольно волшебный. Но вот вот эта штука, еще раз повторяю, она увеличивается на вот это число, на размер пакета каждый раз, когда происходит обмен. Соответственно, таким образом, это одновременно и номер, и контроллер целостности. Вот. Помимо этого, в TCPIP стандартом есть еще протокол UDP, который без всего этого. UDP – это юзер датограмма протокол. То есть, когда нету ни установления подключения, ни последовательности, ничего, мы отсылаем пакет на деревню дедушки, и он на деревню дедушки приезжает. Очень удобно, например, когда у нас очень маленький обмен трафика. DNS-запросы очень удобно делать по UDP. Вот. А вот вторая часть управления потоками данных, управления потоками данных, она вот для чего служит. Хорошо, мы научились складывать данные в поток. Внимание, вопрос. Вот я, допустим, ну не знаю, смотрю HTML-страничку, там 10 картинок на одном и том же сайте. С точки зрения потоков данных, это 10 потоков данных с одного сайта на другой одинаковых. Почему они в дороге там не перемешиваются? Это как в том анекдоте, когда люди продавали полвагона повидло и полвагон секундных стрелок. Очень дешево. Ну, потому что в дороге они перемешались все. Значит, то есть, когда мы организуем наш поток данных, мы еще должны отличать один от другого. Кстати, sequential number для этого тоже нужен. Да? Видите, они разные. Совсем. Вот. Если бы там было два, было бы два разных. И, значит, когда пакет принадлежит одному потоку данных, у него одна вот эта последовательность, другому другая, и так они отличаются. Вот. Что еще важнее, это строчка управления. Управление это вот что такое. Представим себе, что у нас с одной стороны хороший годный интернет, гигабитный интерфейс, мощный компьютер, который умеет заливать данные со скоростью, ну, не знаю, 10 мегабайтов в секунду. Потом там какой-то, значит, какой-то трейс-рут, чего-то там такое, значит, одно, другое, третье, Москва, Питер. И с той стороны компьютер, который, в общем, на очень дохлом канале сидит, какой-нибудь DSL, 160 килобит, вот это все. Внимание, вопрос, если мы будем наливать в интернет 10 мегабайтов в секунду, абонент наш получает со скоростью 160 килобит в секунду, куда все остальные мегабайты денутся? Что-то там такое произойдет нехорошее, да. Соответственно, можно делать что? Можно говорить, что давайте нам наш абонент будет говорить, когда он подтвердил получение, тогда мы только посылаем. С другой стороны, можно как-то управлять шириной этого канала, да? То есть мы начинаем наливать, потом раз, закончили, и ждем, пока, значит, нам придут ответы. Ответы начали приходить, мы говорим, ага, есть еще место, значит, значит, наш абонент может еще получать, продолжаем наливать. Такое окошко. Вот мы послали пакетов пачку, несколько, нам начали приходить подтверждение, что вот, что пакеты приняты, мы, ага, снова начали приходить подтверждение, мы снова, ага, ну вот такое, да? Вот. Это называется слайдинг-виндов протокол, и он нужен в TCP для того, чтобы определять, насколько хороший канал, насколько много можно посылать сразу, не ожидая того, что где-то пакеты там потеряются. Здесь дело не только в канале, канал может быть хорошей, не просто на способность, просто принимающий устройство может быть загрузка. Правильно, правильно. Я как раз хотел сказать, что есть ровно второй вариант, спасибо, Михаил, что дело не в канале, а в самом устройстве, там какой-нибудь дохлый телефончик. Он просто не может обрабатывать столько пакетов в секунду, сколько мы пытаемся на него впихнуть. Вот. Может он сам по себе загружен настолько. Да нет, на нем запустили расчетную задачу. Ну, я и говорю, не может. Не может. Он не может так быстро обрабатывать эти данные. Вот. То есть, идея состоит в том, чтобы с одной стороны сделать эту передачу все-таки синхронной, чтобы получатель как-то сообщал отправителю, сколько он принял. А с другой стороны, чтобы не делать его абсолютно синхронной, пакет дошел сюда, пакет дошел обратно, пакет дошел сюда, пакет дошел. Вот эти все миллисекунды будут накапливаться. Да? Нужно что-то среднее. Вот. Это все и есть протокол управления, вернее, договоренность об управлении каналом. Собственно, мы переходим к концу. Я вспоминаю замечательное линию, когда с одной стороны широкий спутник, а с другой телефон 2400 мм. Вот. Значит, собственно, мы почти дошли до конца. Вообще говоря, мы еще не решили задачу копирования файлов. Все еще. Все еще кто-то должен понять, что это файл. Соответственно, на нас, как на разработчиках сетевых протоколов, лежит задача, чтобы вот когда этот поток данных пришел, мы бы сказали, это HTTP, или это файл, или это там еще что-нибудь. Для этого в CPI-P у нас служит понятие порта. Да? Помните такое? Вот. Вот. Вот у нас установлены TCP-соединения по порту два... Это что? А, Dict. Это Dict. Господи, это словарик. Вот. Это сервер, который словарик нам организует. Это сан-РПЦ, ремонт просижек колл. В Linux он используется в основном для сетевой файла системы. Это HTTP-сервер, который сидит у нас на 80-м порту. Это CPU-R-Shell-сервер, который сидит на 22-м порту. Короче говоря, когда на уровне транспорта вы устанавливаете подключение, транспортном, предыдущем, вы указываете в качестве абонента-отправителя, абонента-поручателя еще так называемый порт. Откуда, куда. И простейший способ состоит в том, чтобы по этому порту просто поставить его в соответствии к какому-то приложению. Скажем, 22-й порт это CPU-R-Shell, 80-й порт это HTTP-сервер, 53-й порт это DNS. Вот. Значит, порт. Каких-то более сложных вещей, наверное, делать никто не будет. Потому что, ну, нет, ну, как бы есть такие штуки, ну, например, поднять Secure Shell сервер на 443-м порту, чтобы, значит, всякие страшные фаерволы его не фаерволили. Крокскрю называется этот демон, кстати. Вот. Но, в принципе, нам, наверное, достаточно. Для того, чтобы организовать канал связи, нам нужен адрес отправителя, порт отправителя, адрес получателя, порт получателя, кстати, порт получателя. Давайте посмотрим, тут где-то был TP-DAMP. А вот. На разных портах? Да, а не на разных портах, смотрите. У нас всегда есть порт отправителя. Видите? TP-соединение состоит из четырех, то есть уникальный идентификатор TP-соединения состоит из четырех частей. Адрес отправителя под отправителя, адрес получателя под получателя. И вот этот адрес отправителя каждый раз разный. Собственно, в этом фишка того, что это сеанс другой. Вот. в общем, мы должны определить какие-то правила, как наши потоки данных доезжают собственно до приложений, которых используют. Ну и на самом деле, хотя это точно уже не наше дело, на самом деле часть прикладных протоколов тоже имеет отношение к сети. Например, DNS. То есть с точки зрения стека протоколов в CPIP DNS это прикладной протокол. Прямо прикладной, прикладной. С точки зрения функционирования все это безобразие, он, конечно, ну, мы, конечно, обязаны его поддерживать. Какой-нибудь DNS-сфервер. Ну да. Вот еще один пример, динамик хост конфигура под ДХЦП. Тоже с точки зрения стека протоколов прикладной протокол. Но мы как там системные сетевые администраторы должны его поддерживать. Вот. То есть понятное дело, что разговаривать про все в мире прикладные протоколы смысла не имеет. Их 100-500 миллионов. Вот. Но некоторые из них действительно важны. Вот. Примерно так. Значит, что я еще успею сказать сегодня, да, на эту тему. Ну, про Исуаси говорить не буду. Давайте, что ли, вот так сделаем, да? Дыдыщ. Вот у нас как выглядит я здесь вот спросил про ВВРУ. Он, кстати, спросил и про IP-адрес, и про IPv6-адрес, и еще заодно кто почту для него получает. И вот как выглядело все это как выглядело все это с точки зрения сетевого трафика. Мы послали это что было, татограмма? Не разберешь. Надо было минус В сказать. Дубль 2. мы послали да, по протоколу UDP мы послали датограмму не TCP, без установления подключения, без всего. Послали туда датограмму со словами «А расскажи мне, пожалуйста, адрес УВРУ какой?» Получили ответ. Адрес УВРУ вот такой. Тоже, кстати, в датограмме. Как мы узнали, что это был ответ на наш запрос? Вот я думаю, что по какому-нибудь идентификатору. Да? Не вижу. Тогда, видимо, портотправитель и портполучатель, как обычно. Да, точно. Смотрите, мы с порта 54423 на домейн это 53-й порт послали запрос. И мы получили ответ вот на него же. А, вот он, вот он уникальный номер. Все, нашел. Вот это идентификатор запроса. Мы говорим, так, мы отвечаем на запрос номер 55783, пожалуйста. Отвечаем вот так. Дальше он спросил, а расскажите мне, пожалуйста, ПТР, а вот у такого, у 10301 вообще, это, 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 мы у кого-то другого спросили, это не, это чужой трафик. Этот запрос, этот запрос наш хост сделал без нас. Он спросил, какой ДНС у адреса 10301. 10301. Для этой цели он его развернул задом наперед, приписал ему в конце и на адрес арпа и в таком виде послал запрос вида ПТР. Вот, и кто-нибудь сейчас ему ответит, кто он такой. Да, тем временем мы спросили, а IPv6 нет ли адреса у ВВРУ? Получили ответ. А, сначала на предыдущий запрос ответ, вот на этот. что у хоста 10301, ну точнее вот такой таблички, есть адрес мысугв интернет цсмсуру. А потом мы получили еще один ответ. Да, есть у ВВРУ IPv6 адрес, он вот такой. Это у ВВРУ. Даже два их тут, видите? Один и второй. Вот. Развлечаются. Развлечаются. Они немножко разные. F1, а тут один Е. А вот. Дальше мы еще где-то про почту спросили. Вот. А кто почту пересылает через mail.ru, и нам ответили, ВВРУ, нам ответили, что почту присылает сервис. МХВРУ. Вот. Пожалуйста, я воспользовался ДНС-службой, и это, в общем, часть сетевых протоколов тоже. Хотя, конечно, можно работать без нее, можно IP-адреса набирать, некоторые языком умываются, некоторые мышей едят. Так, у нас осталось совсем немножко времени на то, чтобы отметить некоторые особенности вот такого разделения на такого разделения на стэк протоколов. Особенность номер один. По большей части протоколы друг от друга вообще не зависят. Например, а, это не здесь. Ну, хорошо, это что? Вот. А, здесь, видите, только twisted pair. А вот на этой машинке у нас ETH Tool сказал, что он умеет ETH Tool, а, это надо в рута зайти. Ну, вы помните, да? он рассказывал, что наша карточка умеет поддерживать и витую пару, и вот это M, и E. Да, 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 Media Independent интерфейс. И вообще говоря, вот, и вообще говоря, ему все равно, какие там с той стороны провода. Я уже говорил, что именно на аппаратном уровне это не совсем так, вот, но чем выше, тем это очевиднее. Например, вы можете написать программу, которая обрабатывает, которая обрабатывает трафик прикладного уровня, просто читая этот трафик со стандартного года и выводила его на стандартный вывод. И за вас превращение это распиливание на пакеты, засовывание в поток данных, распиливание дальше на пакеты, засовывание в, этот самый, в соответствующий интерфейс, распиливание дальше на фреймы, засовывание в соответствующую среду передачи данных. Все это за вас будет делать стек-течип IP, отладка, принципиальная отладка прикладного протокола, от этого никак не зависит. Вы можете взять и с помощью текстового присоединиться, с помощью, не знаю, телнета, нетката к 25-му порту и послать почту, например, вводя команды руками. Это текстовый обмен данных. Вот. То же самое в случае потоков данных. Идентификатором потока данных является, как мы с вами видели, парочка адрес-отправителя, порт-отправителя, адрес-получателя, порт-получателя. Этому потоку данных вообще все равно по какому маршруту он шел. Он, возможно, даже некоторые, если это, если это вот как вот в этом случае, если это TCP, если это поток данных, а не одна датограмма, возможно, некоторые пакеты будут идти по разным маршрутам. Это совершенно не важно. Важно обеспечить надежность, важно обеспечить цельность. Вот это важно. По каким маршрутам он шел, неважно. Например, вот Михаил тут рассказывал про то, как спутник с телефонкой, а я вот видел про спутник с телефонкой следующую картину, когда у людей, кажется, это было в Горнолтайске. Основной интернет устроен так. У них спутниковая антенна, на прием у них спутниковый канал, а на отсылку у них телефон, потому что у них, ну, Ethernet-то нету в городе. Вот. То есть у нас получается две принципиально разных медиа, две принципиально разных среды передачи данных на отправку и на прием. Вот. Но потоки данных ходят вполне нормально по ним. И это вам еще один пример независимости. Уже среды передачи данных от IP. Да? IP протокол может, как бы, вот, когда мы добираемся до уровня IP, нам уже не важно, через что мы приняли. Да? Мы отослали пакет по телефонке, приняли большой кусок данных по спутнику, а, кстати, какое-нибудь подтверждение могли по телефонке принять. Вот. Такие дела. Значит, это, в принципе, сильно облегчает разработку сетевых протоколов, когда мы забываем про то, что мы должны привязываться к железу. Или что мы должны привязываться там к маршруту. Или что мы должны привязываться там, не знаю, ну, вот к этому чему-то. Вот. Правда, эта независимость, ну, такая слегка мнимая, потому что, конечно же, идентификатор состоит из адреса и адреса. Этот адрес имеет отношение к IP-адресам. Не совсем прямое, но имеет. Вот. Здесь написано IP-адрес, здесь написано IP-адрес. Тут уж ничего не пойдет. Вот. Еще что надо сказать, и на этом, видимо, закончить, потому что время закончилось. Это... А, нет, потом повторю, какие утилиты использовал, чтобы зафиксировать. Это то, что все пакеты инкапсулируются... Вот смотрите, вот мы попилили файл на кусочки. Каждый кусочек это один TCP-пакет. Что такое TCP-пакет? Это кусочек, обернутый в... Где он тут? Sequential Number, контрольную сумму, адрес отправителя, адрес получателя, порт отправителя, порт получателя. Короче говоря, обернутый в некоторую дополнительную информацию. Для того, чтобы этот TCP-пакет засунуть в среду передачи данных, его нужно попилить на части, опять, и сделать из них несколько IP-пакетов соответствующего размера. IP-пакет это что? Это у нас адрес отправителя, адрес получателя, еще там что-то, по-моему, контрольная сумма, и внутри лежит кусочек TCP-пакета. Для того, чтобы где-то IP-пакет засунуть в фрейм. Ну, хорошо бы, что он туда засунулся целиком. Но, возможно, он туда не засунется целиком. Тогда его надо попилить на части, обмазать его уже данными интерфейсного уровня, то есть, MAC-адрес отправителя, MAC-адрес получателя, например. И только после этого они пойдут по проводам, а в проводам нам еще больше будет данных, потому что туда еще припишутся, ну, какие-нибудь там ключи о том, что начало фрейма, конец фрейма. Дальше он придет на соседнюю машину, на нашутизатор. Сейчас я открою эту картинку снова. Где она тут у нас была? Ну, где-нибудь сейчас тогда. Я, кажется, забыл сохранить. Ой. Здесь не да. Да. Это не она. Какая жалость. Вот. Ну, ладно. Значит, бог с ним тогда. Значит, попадает он на соседнюю машину, нашутизатор. Тот смотрит. Вот этот фрейм, он раздевает его, вынимается из него IP-пакет. Смотрит в IP-пакет. Это нам или не нам? Не нам. Ага, значит, его надо маршрутизировать. Перекладывает в другой интерфейс, заворачивает обратно в фрейм, отсылает на следующий маршрутизатор. Следующий маршрутизатор опять вынимает, говорит, это нам или не нам? Допустим, это нам. Допустим, IP-адрес получателя совпал. Тогда он говорит, окей, сейчас мы соберем из этих IP-пакетов, сколько их там ни на есть, из нескольких штук, один TCP-пакет. Собирает TCP-пакет. Отдает его на уровень выше. Говорит, дорогой TCP, проверь, это твой пакет, там все хорошо. Он говорит, все хорошо, так мне еще шесть таких надо. Ладно. Вот он шесть собирает, и получается файл. Этот файл переезжает уже на конец нашему получателю, и получатель говорит, это файл. То есть, когда мы имеем дело с сетей коммутации, сетей с коммутацией пакетов, у нас происходит такая инкапсуляция, фрагментация и инкапсуляция при пересылке, и, соответственно, декапсуляция, дефрагментация при получении. Вот. Ну вот, это я уже говорил, это я уже говорил. Ну, что еще можно рассказать такое за одну минуту? А, да, я обещал пример утилит. Значит, утилита, которая рулит IP протоколом. Она называется IP. IP. IP-линк. Работа с интерфейсным уровнем. Вот. В частности, просто посмотреть вот так. Вы можете, кстати, поменять даже кое-чего. Вот. С помощью IP-линк вы можете сказать up и down, то есть, как бы, включить и выключить соответствующий интерфейс, и вообще все это работает с интерфейсом. IP-аддр. Работа с сетевым уровнем, причем с сетевым уровнем раздела адресации. Здесь у нас идет речь про адрес, про сетевую маску, их можно задать. Значит, тут еще бродкаст, но не успели поговорить про бродкаст. Вот. А, вот про это не успели поговорить, да? Почему тут 10, да? Хорошо. Значит, видимо, нам придется еще немножко про сети поговорить в какой-то момент. IP-роуд утилита для работы с маршрутизацией. Вот. Это примитивная маршрутизация, полисы роутинг, кажется, сюда не включается. В принципе, утилита IP есть также и возможность работать с полисой роутинг, но это, ну, в смысле, маршрутизация основана не на таблицах, а на каких-то правилах специальных. Вот. IP, по-моему, Neighbor, да? Это специальная таблица преобразования MAC-адресов в IP-адреса, которую нужно именно в том случае, когда мы определяем, что соответствующий IP-адрес на самом деле принадлежит нашей локальной сети и, стало быть, мы можем переслать ему фрейм. Вот. Ну, как видите, тут гораздо больше всего интересного. Помимо того, что я сказал. Вот IP-рул, кстати, это как раз правило для специфической маршрутизации. Вот. Чтобы закончить свой разговор, скажу так. В Linux-дистрибутивах настройка интерфейсов, маршрутизации, DNS-а делается этими самыми утилитами, но как правило обмазаны довольно большим количеством дополнительного всего, чтобы просто было удобнее. Из таких самых популярных средств конфигурации, наверное, назову Network Manager вас. Вот какая-нибудь вот такая штука, скорее всего, это оплет Network Manager. Ну вот, усилит NM-CLE показывает нам, какие есть подключения. По сети ETH 0 есть подключение, которое называется Default 10.3 с вот такими параметрами. IP-конфига. Это типа аналога IP-конфига? Нет. Смотрите, IP-конфиг это вот, это, собственно, вот это. Вот. Вот. Это более высокого уровня штука. Она ведает подключением к... Это вот то, что вы здесь вот видите, когда вы говорите вот такое. Да? Это, собственно, оно. Когда вы говорите у меня есть подключение под названием там WMK Wi-Fi Free. Где оно тут, кстати? А, это не здесь, потому что другая машина. Давайте вот здесь сделаем, да? NM-CLE. О! И у этого подключения такие-то параметры. Давайте, скажем так, NM-CLE CON CON LIST, по-моему, так пишется. Нет. Просто CON. Вот, например, мой Network Manager знает следующие подключения WMK Wi-Fi Free, WMK Wi-Fi вот с таким названием ETH 0, MWF и Redmi. И к каждому из них, я, видимо, когда-то подключался. В данный момент я подключен к... подключение, которое я назвал EMK Wi-Fi Free, и оно находится за интерфейсом в Ландой. Это более высотого уровня утилит, которая предназначена для пользователя, для того, чтобы можно было нажать кнопочку и подключиться к чему-нибудь, например, к EMK Wi-Fi. Вот. Ну, еще к чему-нибудь такому. Или, например, автоматически подключить Ethernet к шнурку, который вы видите. Вот. Если вам интересно поизучать, как настраивать сеть в Линуксе, видимо, надо начинать с Network Manager, потому что это, с одной стороны, то, с чем вы будете работать непосредственно, а с другой стороны, оно есть во всех инстинкциях. будет. Вот. Причем, что интересно, его можно и тыкать, и с консольки. Да, вот NM-цли это консольная штука, ее очень активно развивают, еще два года назад она была очень убогой, а сейчас там прям все можно сделать. Вот. А можно и ткнуть в какой-нибудь апплет, который так и называется NM-оплет, Network Manager апплет, NM-оплет, и увидеть вот все эти картинки, попробовать подключиться к чему-нибудь. Ну вот. Просто подключить так в Wi-Fi, не представляя, как Wi-Fi выстроен внутри. Довольно тяжело. Да. Можно, например, вот это редактирование, настроить сетевые соединения. На самом деле это все оно же. Да? Если внимательно посмотреть, MAC-адрес, что там у Wi-Fi есть? Каналы, SID, как получать IP-адрес, да? Вот это, как зовется, SC-сид, какой пароль, если он есть? Вся та же, вся та же картина. Вот. Вот вам, пожалуйста, автоматическое подключение по интерфейсу ETH 0. Да? Ну, в общем, опять же, все автоматическое. У меня где-то на какой-то из домашних машин автоматическое подключение ETH 0 модифицировано таким образом, чтобы пробрасывать еще маршрут до офиса через VPN. Вот. И там прямо написано, вот та машина будет работать маршрутизатором VPN, и, пожалуйста, вот на такие-то адреса через нее. Это здесь же. Ну, в общем, вот эта штука выглядит более, скажем так, если вам нужно сразу много чего сделать, этим пользоваться проще, чем вручную настраивать все из командной строки. Такие дела. О, надо было не так сделать. Давайте я отключу, подключу отсюда, и на этом мы закончим. Да? Вот смотрите, у нас сейчас все отключено. Ой, у нас есть connection, который называется WMK Wi-Fi Free. Мы говорим nm-sli con con-app вот это самое все. Вот он. Там можно заставить спросить пароль, еще чего-то. Ну, ладно. В общем, все. Давайте задавайте вопросы, а то уже нам всем пора. Да, конечно. Что значит? Восстановить связь самим собой. С связь самим собой? Смотрите. Прекрасная утилита NetCAD. 127.001. Я сказал 127.001. Вот этот адрес, видите? 127.001. Порт, ну, 8.5.5.5.5. Минус P. Минус L. В данный момент у нас программа NetCAD работает с сервером на порту 255.5.5.5 по адресу 127.001. Вот этого всего может не существовать. Да? То есть, вот эти адрес, вот эти, вот эти, вот, у меня может вообще не быть сети. Тем не менее, я могу из соседнего окошечка присоединиться NetCAD 127.001 к порту 5.5.5.5. И начать самим собой разговаривать. Вот. Ну, кто первый закончит, тот и, тот и закончил. При этом мне вообще не нужно наличия какой бы то ни было работающей сети. Я могу сетевой интерфейс вообще опустить. У меня есть тут root где-нибудь? Какой там у нас был? Condam. Вот, смотрите. Да? У меня вообще нет никакой сети сейчас работающей. И тем не менее, вот этот вот порт, в смысле, адрес 127.001 у меня есть. И, соответственно, работать с ними я всегда могу. Я ответил на вопрос? Да. А что значит маска под сети? Маска под сети делит адрес, ну, скажем, вот у нас, давайте мы сейчас включим его. Делит API-адрес на две части. Адрес сети и адрес абонентов сети. Не все, она означает не все, только, если вы слышали, а, допустим, стандартная маска для локальной сети, у нас существует 1, например, у него маска под сети там 255, 255, 255, 255, 255. Ну, так там, где единички, это и есть те самые биты. Посчитайте количество этих битов, получите то же самое. 255 – это сколько бит? 255, 255, 255, 255, 255, 0 – это сколько всего битов? 24. 24. Правильно. Вот тут будет написано «Слэж 24». Вот и все. Ну, просто… Ну, как бы, есть две нотации, действительно. Одна из них такая, другая сякая. Мне удобнее вот эта, конечно. Это особо удобно, когда у вас, допустим, вот… 24, а 25. Да. Если их 23, то там будет вместо 255, 254. А если не 23, а 22, там вместо 255 будет что-то еще более такое, не такое. Вот. То есть, если у вас сетевая маска не по границе байта идет, то вот это вот… вот это 250 сколько-то, там сам черт ногу сломил. А тут пишешь «Слэж 23», все сразу понятно. 23 бита на сеть, соответственно, 25 битов на адрес сети. Бл-бл-бл-бл-бл-бл, что я несу? Не 25, а 17 на адрес хаста. Вот. А еще вопрос. Видимо, у нас будет еще одно занятие по всяким удаленным подключениям вот этому всему. Вот. Но, повторяю, давайте так. Я постараюсь найти, что почитать и сделаю, так сказать, ссылочки, что почитать. Потому что понятно, что за одну лекцию все объяснить нельзя. Ну, да, Тененбаум, Олиферы, ну, что-нибудь такое. Ну, это долго. Еще вопросы? Окей, тогда в следующий раз, наверное, как раз будет разговор про всякие удаленные подключения и все остальное. Ну, и если хватит времени, то еще что-нибудь. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok